Выполняй простые задания на своем мобильном и получай за это голду. Ссылка в описании. Довольно крепкая башня. Не самая лучшая динамика. Не самая лучшая броня корпуса. Но, в общем, все СТ-шки британские, они типичные. Это Центурион-1, Центурион-5-1, Приму-Викторию и ФВ-4202. Они все плюс-минус похожи. Я думаю, с этим никто спорить не будет. И тут выкатывают вот это. Давайте сейчас пробежимся по характеристикам и подумаем, с кем бы эту машину сравнить и куда она пойдет. Но тут не написано, что это будет премиумный, прокачиваемый, за марафон, за ГК. Ничего не написано. Но мы это с вами знаем. Скорее всего, этот танк будет просто премиумный, которому нагрузят еще резервы в кучу и будут продавать. Это мои предположения, скажем так. Ни на что не претендую. Давайте посмотрим характеристики и потом уже перейдем ко всяким сравнениям. Уровень танка 8. Прочность машины 1400 единиц. Нормальная для СТ-8. Броня корпуса 114,76,50. Наклон достаточно большой. То есть вот именно этой ВЛДшкой с учетом того, что 114 миллиметров и такой большой наклон отбивать что-то будет. Каких-то восьмерок будет отбивать, семерок будет отбивать, шестерок абсолютно точно будет отбивать. Но я думаю, здесь будет очень большой НЛД, в который как раз таки все это будет, все эти шестерки, семерки будут пробивать. Броня корпуса 76 миллиметров, плюс здесь какие-то экраны, плюс гусеницы широкие. В общем, будет тоже от корпуса что-то, скорее всего, отбивать, но не девяток-десяток. Естественно, про броню от девяток и десяток мы вообще здесь просто не говорим. В принципе. Броня башни 203,76,76. Тут большой достаточно борт башни, достаточно большая карма башни. И, ну, такая башня какая-то прямоугольная, больше какая-то маусовидная. 203 миллиметров в лобовой проекции будет отбивать семерок-шестерок абсолютно точно, почти всех, если не стреляют голдой. Но с восьмерками будет сложнее уже. Восьмерки будут пробивать через раз. Допустим, какой-нибудь ИС-3 имеет 225 миллиметров пробития, и эти 203 ему как бы уже пробить достаточно легко. От СТ-шек каких-то восьмого левела, от семерок-шестерок будет спасать. Опять же, надо всегда смотреть на противника, потому что очень слабые борта башни, которые немножко доворачиваешь, и тебя туда пробивают легко. Мощность двигателя 1040 единиц, удельная мощность вообще получается 18,5, то есть машина достаточно подвижная, ну, это что-то на уровне, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, какой-нибудь, наверное, 54-ки, ну, в общем, он будет подвижнее, чем Скорпион или М4 Ревелл Резе. А танк именно с ними сравнивать и надо. Сейчас будем подробнее об этом говорить. Максимальная скорость вперед 50, назад 20, отличные показатели, да, никакие-то ни 55, ни 60, но 50 этого вполне достаточно, как для СТ-шки. Скорость поворота, скорость поворота, неважно, 380 метров обзора не сильно много, не сильно мало. Это не 370, не 360, вполне достаточно для восьмого левела, можно усилить оптикой. Хотя, на самом деле, если тут упарываться именно в орудие, то оптику как бы ставить особо некуда будет. Короче, с модулями будет интересно мутить, потому что 380 метров обзора, с одной стороны, хочется прокачать его, раскачать его максимально, с другой стороны, хочется и орудие раскачать максимально. Переходим к самому главному, самому вкусному орудию. 202 миллиметра пробития обычным снарядом, 252 миллиметра пробития голдовым снарядом и 64 фугасом. 490 разовый урон. СТ-шка на восьмом левеле с 490 разовым уроном. Знаете, я вспоминаю момент, когда водили Скорпиона. И вот эта Альфа в 490, когда вообще не было таких премиум танков, был там ИС-6 с плохим пробитием и с Альфой 390, был Т-34-3 с Альфой 390. Тут водят Скорпиона, у которого там и пробитие 250, и Альфа 490, и ты такой берешься за голову, как же так? Ну, потом, конечно, наводили и Удусов с 280 пробития и еще много всего интересного. Ну, а сейчас вот дошли, дошли мы до того, что вводят СТ-шку с 490 разового урона. И где-то сейчас заплакал один Ревелорезе, потому что углы склонения здесь минус 10, максимальная скорость 50, Альфа 490, пробитие такое же, как у Удуса, точность 0.35, время сведения 2,5 секунды. Этот танк полностью, абсолютно полностью заменяет собой М4 Ревелорезе. Просто абсолютно полностью заменяет собой М4. У меня просто нет слов, я не понимаю, это вводит абсолютно похожий танк, плюс-минус той же роли, плюс-минус так же ездит в те же позиции он будет ездить, плюс еще и ПТ-шить может за счет большей разовой Альфы. Того 390 Альфа, а у этого 490. По ДПМу тут все тоже нормально, написано перезарядка 14 секунд, но там со всякими досылателями и прочим, перезарядка будет около 11,5-12 секунд. У Ревелорезе там 10 с лишним секунд тоже перезарядка. И я на самом деле не знаю, что сказать, но соболезную всем, кто в ближайшее время покупал М4 Ревелорезе или покупал Центурион 5.1. Я не знаю, если введут такое, то я не знаю, что сказать просто. Я вот просто с вами поделюсь. Если сравнивать этот танк со Скорпионом, конечно, вот, ну, Скорпион однозначно один из лучших премов, то есть я всегда это говорил. И повторюсь, его как вели, он встал на позицию лучшего, так, наверное, там и сейчас отстается вместе с Защитником и еще парой танков. Вот, этот танк будет похож очень на Скорпиона по, знаете, так, по уровню игры, по имбовости там или не имбовости. В общем, он будет тоже очень хорош, но у него будет немножко другая роль, потому что все-таки пробитие 202, а не 250. Скорпион это больше реально такой танк прям кимпы-кимпы. Этот танк чуть более активный с уклоном на то, что пробитие здесь будет слабее. Хотя, если зарядить фулл голду, то можно отдыхать, спокойно кататься и вообще никаких проблем не знать и не думать вообще о Скорпионе. С минус 10 УВНами, ну, нормальный обзор вполне, нормальное количество ХП, даже башней что-то будет отбивать. То есть, Скорпион, что, у него 490 альфы, так он и платится за этим огромными размерами. Отсутствием маскировки, отсутствием брони полной, его изничтожают шестерки, как хотят. Отсутствием ХП, если я это еще не сказал, обзор тоже отсутствует. Ну, короче, у Скорпиона все-все-все плохо, кроме динамики, и то там башня вращается медленно, сам танк вращается не быстро, ездит он более-менее нормально. У него есть динамика, у него есть пробитие, у него есть альфа у Скорпиона, ну, плюс точность, конечно. Все. У этого танка есть еще и какая-то броня, есть углы склонения. В общем, как-то так. Пишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Это просто жесть какая-то. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok